На некогда гиганте машиностроения Хакасии предприятие Абакан Вагонмаш сейчас работает 210 сотрудников. И даже такого количества много для выполнения достаточно скромной производственной программы. В прошлом году около полутысячи контейнеров. В нынешнем предполагается изготовить более 1300 единиц. Основные заказчики Норильский Никель и общество Трансконтейнер. Виктор Зимин познакомился с производством. Ему показали новые образцы контейнеров, разработанных конструкторами Абакан Вагонмаша. Деловой разговор о перспективах развития продолжился в офисе компании. Мы посмотрели еще раз сегодня какой потенциал предприятия. Тут производственные мощности. И мы трезво понимаем, что в республике есть интеллект. Он никуда не девался. Он здесь. Многие на месте еще работают. Мы говорили о тех направлениях, обсуждали в ходе осмотра предприятия, обсуждали перспективные направления. Руководители Вагонмаша подчеркнули, что ослабление курса рубля может стать палочкой-выручалочкой для предприятия. Наши контейнеры уже сейчас по себестоимости значительно ниже, чем на китайских заводах. Если еще и государство поддержит железнодорожными тарифами, то тогда у абаканцев будет твердое преимущество в цене. Здоровый лоббизм. Так эти меры обозначил глава республики. И заверил производственников, что поставит эти вопросы уже в ближайшие дни на Красноярском экономическом форуме. Второй точкой роста может стать производство абсолютно новой для России продукции – рефрижераторных контейнеров. Пока их ввозят из-за границы. Но Вагонмаш может составить реальную конкуренцию, если опять же будет поддержка со стороны государства. А это 2000 новых контейнеров в год и 200 новых рабочих мест. И в этом проекте Виктор Зимин обещал содействие. Мы видим, что завод нужен, нужен правительству, то есть нужен городу. На сегодняшний день, как подтвердил Виктор Михайлович, готовы оказать нам всевозможную поддержку на всех уровнях. И я думаю, что мы плодотворно сейчас проработаем все те задачи, которые себе поставили на этом совещании. И предприятие, скажем так, будет жить дальше. Есть у машиностроителей еще несколько идей зарабатывания денег. К примеру, по ремонту контейнеров, обустройство технопарка на пустующей промплощадке. Но это пока проекты среднесрочной перспективы. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вестиха, Кассия.